Я вот что хочу сказать. Вы стучите название, головами, как хотите, как хотите. А я вот что хочу сказать. Значит, на наш дом прошу руководства, вот сейчас, после забрания, подойти посмотреть дом 26, которым управляла жил Гарант, управлял, и сейчас у нас управляющая муниципальная компания. Посмотрите наш дом и посмотрите дома пассажира. Больше я ничего не хочу сказать. Значит, это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Значит, по оплате, по оплате. Вы нам хотите, я еще раз говорю, это ваши деньги. Вы что хотите, то делайте, это ваши деньги. Вы можете, как говорится, по 20 тысяч, платите по 100 тысяч. Значит, вы посмотрите, вы платите сколько хотите. Я свой дом, о своем доме говорю. Вы знаете, что депутат городского совета, Волчков, Олег Петрович, хочет выступить. Давайте замедлили ему с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю за вам предоставленную возможность. Продолжение темы. Пару слов скажу о вот этом конфликте, если можно так выразиться, о противостоянии. Проблема с управляющей компанией в ТСЖ конкурсной, она не сегодня родилась, не вчера, она была еще несколько лет назад, в частности, когда проходили выборы в городской совет депутатов. На тот момент управляющей компанией в конкурсе была компания Жилкарант, в которой тогда было огромное количество вопросов, неудовольствия, обвинения и так далее. Вот и на волне этого недовольства стало создаваться товарищество собственников жилья. Оно, собственно говоря, создалось. Я не буду лукавить. И мы на тот момент, когда было противостояние между Жилкарантом и собственниками жилья, совет депутатов, в частности, депутаты 4 округа, а их было 5 человек, и Александр Двойных, и Ермохин, и Волчков, и Короченко, как бы, поддерживали товарищество собственников жилья, как бы, его создали. И общались на эту тему и с главой города Масковым, и потом с Евгением Анатольевичем Дружковым. Однако на сегодняшний день мы видим ситуацию, с одной стороны, вроде разрешилось, Жилкаранта нет, который вызывал много вопросов и претензий, но, тем не менее, конфликт, он как бы не исчез. И, конечно же, я здесь согласен с Василием Дмитриевичем, есть большинство, есть меньшинство, но существует закон. И вот, в первую очередь, мы должны в принятии своих решений ориентироваться именно на закон. С другой стороны, все Вы, все Вы живете в одном микрорайоне, который очень маленький. Многие из Вас знают друг другу в лицо, знают, кто есть кто, знают, кто его дети, кто его внуки. И многие, получается так, что родители не общаются, а дети друзья. То есть мы живем с Вами под одной крышей. Я Вам попросил бы, при всем том, что есть какие-то разночтения, разногласия, противостояния, давайте не будем копить вот то, что называется силой зла, да, которая вызывает уже ослабление и ненависть. Мы видим сейчас в разговоре, что многие уже переходят на личности и начинают друг друга оскорблять. Вот докопляя силу зла, мы не добьемся никаких с Вами результатов. А второе, давайте все же прислушиваться к мнению друг друга и копить силу добра. Именно она поможет нам разрешить вот эти проблемы. А что касается администрации города Василия Дмитриевича и нас, советов и депутатов, то мы, конечно же, будем быть на стороне закона, и это наша обязанность. Мы должны, в первую очередь, отстаивать то, что положено по закону. Это вот, что касается вот этого конфликта. Это мое пожелание. Давайте будем терпимы, будем руководствоваться добром, а не злом по отношению друг друга. Что касается вообще вопросов по конкурсному поселку, то действительно, к сожалению, конкурсный поселок, как и поселок Синхоз, находится вроде в городе, но, с другой стороны, это не центральная часть города. И здесь многие проблемы решаются по остаточному принципу. И это факт. Есть проблемы с асфальтированием дороги. Вот мы проводили встречи в ноябре, у меня есть даже схема, вот видите, представленная жителями, с указанием конкретных адресов, конкретных домов, и даже там выделено, что необходимо асфальтировать, где какие столбы отремонтировать, то, о чем сказал Михаил Иванович. Острая проблема стоит у нас с автотранспортом. Многие родители, у которых дети ходят в Синхозскую школу, обращались и к областным депутатам, и в районную администрацию, и к нам, городским депутатам. И я эту тему доводил до Василия Дмитриевича. И она вроде бы у нас начала решаться в первой четверти 2012 года. У нас была, тогда регулярно проходила губернаторская комиссия, возглавлял ее Тимур Вадимович Иванов, и эта проблема озвучилась, и он действительно задавал вопрос, ну почему мы до сих пор не можем решить вопрос транспорта? К сожалению, многие вещи у нас решаются под административным давлением. Пока он был, районная власть в том числе шла навстречу. Были созданы комиссии, был обследован переезд, были предложения, как изменить маршрут 55-го автобуса, чтобы он утром детей забирал, а вечером их забирал из школы и заводил в конкурсы. Но после того, как эта комиссия во главе с Тимуром Вадимовичем Ивановым перестала работать, проблема, честно сказать, все заглохла. Комиссия, которую созвали районные власти, дала отрицательный ответ, сказала, что переезд не соответствует требованиям безопасности, пускай здесь автобус для перевозки детей мы не имеем права, потому что переезд опасен. Вот эту проблему тоже я озвучиваю еще раз, прошу вас взять ее на контроль, хотя это формально не полномочия городских властей, но, как вы сами сказали, люди живут здесь, и это наши люди, это наши дети, которые ходят в связи с тем, что у нас светает сейчас поздно зимой, они бедные идут где-то по дороге, по обочине в эту школу и так же идут обратно. Проблема с опилкой деревьев, мы знаем, что в конкурсном поселке 150 деревьев должны быть спилены, но этого не произошло по известным причинам. И Василий Дмитриевич создал комиссию, которая разбирает с этим вопросом Совет депутатов, этой проблемой обозначил, я знаю как бы решение Совета депутатов, и есть решение комиссии, Владимир Владимирович в прошлый раз его на Совете до нашего света не довел, значит, со слов Владимира Владимировича Дуренко, который возглавлял комиссию, нерадивые чиновники будут наказаны, а эти деревья, которые не были спилены, будут спилены в ближайшие, так сказать, месяц-два, и проблема с опиловкой деревьев будет решена. Вопрос канализации, ну такой, как бы семхоз и конкурсный, вот они пересекаются. В преддверии 700-летия, насколько известно, же деньги выделяются, да, какие-то, и в городском бюджете у нас необходимо, на мой взгляд, в связи с экономией бюджетных средств, которые в 2012 году было сделать переброску и все же внести в проектирование семхоза, в проектирование канализации в семхозе, внести в план работы, и чтобы было там финансировано. Это я тоже как бы озвучу и прошу Василия Дмитриевича это сделать. Естественно, Совет Дуркатов в этом отношении, я думаю, поддержку окажет. Есть, конечно, вопросы еще мелкие, их очень много, и вы их сами все знаете, многие из них задают, но вот я хотел бы сказать об основных. Я сказал, вот это СЖ, и вот вопросы, связанные с благоустройством, с автобусом, с доставкой детей. Благодарю Вас, спасибо большое. Спасибо. Встреча была плановая, очень интересная, много задавалось острых вопросов. Встреча была с главой города Василием Дмитриевичем Гончаровым. Ну, я как депутат по 4-му округу, в который ходит конкурсный, посчитал своим долгом присутствовать на этой встрече. И, собственно, озвучить те вопросы, которые являются наболевшими и очень важными для жителей. Ну, вопрос основной, который сейчас будоражит жителей, это ТСЖ конкурсный и вхождение в конкурсный муниципальный управляющий компаний МОПМГУК. Естественно, народ разделился, причем разделился на две неравные части. Подавляющее большинство жителей за то, чтобы в качестве управляющей компании был ТСЖ конкурсный, который организован самими жителями. Но есть часть недовольных, которые считают, что управлять жилым фондом должна муниципальная компания МОПМГУК. Василий Дмитриевич озвучил свою позицию. Эта позиция совпадает, в общем-то, и с моим видением данной проблемы, что все должно решаться на основании закона и, естественно, в правовом поле. А решаться это должно правом большинства, к которому, естественно, должна прислушиваться администрация и городской совет депутатов. То есть проблема была означена. Я думаю, останется, на мой взгляд, все как есть. Есть, будет управляющей компанией ТСЖ конкурсный, за что, собственно говоря, и ратует большинство жителей конкурса. Со своей стороны, я озвучил ряд наболевших проблем, которые слышим годами. Это отсутствие автобусного сообщения. Есть проблема с подвозом детей в Симхозскую школу. Расстояние не близкое, с учетом того, что зима, дороги не всегда вовремя чистятся, отсутствуют тротуары. Да и вообще, как бы, рано поздно всветает, рано темнеет. Дети ходят, в том числе и маленькие, пешком. Расстояние, опять же, повторюсь, не близкое. Родители обеспокоены, это и опасно, потому что идут зачастую по проезжей части. Ну и с учетом того, что у нас, сами знаете, огромное количество по стране нападений, в том числе на детей. И в городе очень часто люди пропадают, в том числе и дети. Конечно же, родители обеспокоены. Вот этот вопрос очень важный, он был озвучен, и, Василий Дмитриевич, соответственно, и мы, депутаты, готовы принимать участие, посильное в решении этого вопроса. Также существенная обеспокоенность жителей занимает и проблемы с амбулаторией. Поселок довольно-таки большой, есть там много жителей, и, естественно, нужно медицинское обслуживание. Те проблемы, которые сейчас там возникают, грозятся, ну, как бы, есть угроза того, что они закончатся тем, что эту амбулаторию просто закроют, и будут люди ездить в какие-то другие поликлиники, которые находятся в других концах города. Да, да. Если еще есть у них особенно жилищные проблемы, то вопрос этот с маленькими зарплатами, да, становится решающим. Они находят какие-то другие места работы, многие ездят в Москву, и вот если мы решим проблему на уровне города с ведомственным, с городским жильем, который будет предоставляться специалистам, то не только, мне кажется, проблема в амбулатории в конкурсном решится, но и в других микрорайонах города, где есть подобного рода амбулатории. Но здесь решение одно, в городе строится много жилья, все это прекрасно видят, и речь идет о том, чтобы часть этого жилья по инвестиционным контрактам, поскольку строится оно на территории городского поселения, согласуется городскими властями. Часть этого жилья должно поступать в муниципальную собственность и выдаваться, предоставляться точнее, вот этим специалистам, которые трудятся в амбулаториях, в школах и так далее. Если это будет делаться, а я надеюсь, с приходом Василия Дмитриевича такие сдвиги произойдут, то многие вопросы, в том числе и с ветхим жильем, и с аварийным, будут решаться за счет именно переселения людей вот в это вот жилье. Встреча была, на мой взгляд, плодотворной, на ней было действительно много народа, практически полный зал, и, в общем-то, было много вопросов, была живая реакция зала, и, собственно, конкретные ответы с конкретными обязательствами. Главы города, чиновников администрации, ну и нас, депутатов городского совета.